Время говорить обзор рязанских событий от наших авторов. Коротко о том, что мы предлагаем к просмотру сегодня. Снова домик погорел. В Рязани одноэтажный опустевший дом на улице Горького. Тот, что с надписью «Боимся поджога» запылал сегодня утром. Если вырос, призовись. В России начался весенний призыв. Новобранцев будут оснащать гелем для душа и кремом для губ. Газ. Это звучит гордо. Мошенники, используя высокое звание газовщика, обирали рязанских и тамбовских пенсионеров. А теперь обо всем подробнее. Коллеги и телезионщики из Калуги сообщили о том, что у них в центре города вчера вечером сгорел одноэтажный нежилой дом. Причиной пожара признан поджог. Ну, тут можно понять потенциальных застройщиков. Сносить здание дороже, чем нанять лихоимцев, да и поджечь развальну. Пусть незаконно, зато дешевле обойдется. Почему мы Калугу вспомнили? Да потому, что точно такая же история произошла и в Рязани на многострадальной улице Горького. Только не вчера вечером, как у Калужан, а сегодня утром. Горят домишки, и особого внимания на это никто у нас, похоже, не обращает. Интересно, какую причину возгорания определят наши эксперты? Если дом нежилой, то уж на неисправность проводки все повернуть будет нелегко. А признавать поджоги у нас как-то не в ходу, во всяком случае при составлении официальных бумаг. Вчерашний день смеха стал часом икс для российской молодежи. 1 апреля начался весенний призыв в армию. Военкоматы планируют набрать в ряды защитников Отечества пополнение числом 154 тысячи штыков. Прошлой весной было призвано на 800 человек меньше. Что здесь главное? На селекторе в начале недели министр обороны Сергей Шуйгу вновь подтвердил, что изменения срока службы по призыву не будет. Год стал быть год. Также министр заявил, что в ближайшей перспективе количество призывников будет уменьшаться, а все больше вооруженные силы страны будут опираться на контрактников. Например, если сейчас по контракту у нас служит около 230 тысяч военных, то к 2021 году их должно быть более полумиллиона. Как рассчитывают провести призыв в Рязанской области, узнавал сегодня Глеб Галушкин. Призывные комиссии в Рязанской области будут работать с 1 апреля и до 15 июля. По планам генерального штаба в армию должны отправиться около полутора тысяч рязанских парней. В соответствии с решением правительства Российской Федерации на основании постановления губернатора Рязанской области начали действовать призывные комиссии в муниципальных образованиях Рязанской области. Уже есть определенное количество призывников, по которым вынесено решение призыва. Ежеского порядка полутора тысяч человек мы должны за весну призывать. Появились в ходе нынешнего призыва и некоторые новшества. С этого года призывникам будут выдавать персональные электронные карты и банковские карточки. На электронных картах будут записаны все биометрические и социальные данные солдата. Кроме того, молодым бойцам на сборном пункте теперь будут выдавать специальные средства личной гигиены. Шампунь, зубная щетка и бритвенный станок, гель для душа и даже крем для губ. Надо отметить, что по итогам минувшего осеннего призыва в Рязанской области поймали двух уклонистов от воинской службы. Первый после прохождения медкомиссии просто не явился по повестке на призывной пункт. Второй же молодой человек вовсе не пришел в инкомат, объясняя свою позицию политическими убеждениями. Обычно по таким преступлениям предусмотрен, если человек признает, соответственно, штраф. Но не признает, возможно, получение условного срока. Первый человек, который не поехал в войско, он признал вину. Там, вероятнее всего, будет штраф. А человек, который не прошел в медкомиссию, человек не признал вообще, в принципе, свою вину. В настоящее время уголовные дела находятся в Московском районном суде, где рассматриваются по существу. По словам Владислава Деева, первая партия рязанских новобранцев отправится в свои части для несения службы уже в третьей декаде апреля. Еще про уклонистов. Суровый наш министр обороны Сергей Шойгуух, уже упомянутый нами, поручил подчиненным проработать вопрос о публикации в средствах массовой информации списков призывников, уклоняющихся от службы. Дави морально на совесть уклониста, ущучивая его повсеместно, чтобы люди знали в лицо и пофамильно постыдных бегунков. Такова, наверное, идея проекта. При этом Шойгууху не забыл добавить, что число уклонистов сокращается вот уже второй год подряд. Ну, теперь о делах сугубо городских. Синоптики обещают нам весьма прохладную погодку, да еще с осадками, по крайней мере, до следующих выходных. А потому уборка Рязани и прочих городов и весей нашей области порядком затруднена. Но, как говорил профессор Преображенский, разруха не в сортирах, а в головах. Потому все ответственные лица на холод и снежок кивать не должны. Ну вот, например, кто или что мешает вывозить мусор из дворов? Никто. Напротив, все только попросят, за ради бога, вывозить почаще. Но такие просьбы как-то не особо долетают до слуховых органов тех самых ответственных лиц, скажем, из организации «Экосервис». Вот и, например, рассерженные зрители из Канищева нам, журналистам, повелели показать все это безобразие. Сейчас народ звонит в редакцию, говорит, понемногу стали убирать отвратительные мусорные завалы. Почему своевременно этого не делали, непонятно. Техники не хватает. Так это, простите, детский лепет. Есть хорошая русская поговорка. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Так-то. Вчера на заседании регионального правительства рязанский губернатор Олег Ковалев снова призвал руководителей муниципалитетов и прочие местные власти активизировать работу по благоустройству. Глава области высказал мнение, что здесь большую роль должны сыграть административные комиссии. Которые обязаны неустанно бдить и нарушителей к ответу привлекать. Одно дело пройти и дать там предписание и не потребовав исполнения, никакой исполнительской дисциплины не будет. Комиссии обладают широким спектром полномочий. Их надо активнее применять. Часть обеспечения работ, связанных с благоустройством, наведением чистоты, порядка. И они могут привлекать к ответственности нарушителей, самое главное. Кроме того, я прошу жилоспекцию и личное поручение, где кратчок здесь не вижу, усилить контроль за управляющими компаниями сейчас. Прям жесткую, потому что затребуя отчет. Значит, по наведению порядка в дворовых территориях, подъезды, фасады, подходы и так далее. Напомним, со вчерашнего дня взял начало месячник по благоустройству Рязани. И мы, опять-таки опираясь на мнение зрителей, обратили внимание коммунальщиков на грязь в районе Рязанского Кремля. Неудобно как-то лицезреть мусор в самом историческом нашем и духовном центре. Пришло также время говорить о весеннем ремонте рязанских дорог и дорожек. Мусор, он, конечно, мусором, но вот яма до ухаба из вечной российской проблемы сильнейшим образом действует на нервы обывателей, особенно автолюбителей. Дорожно-ухабистый репортаж Оксаны Тебенихиной продолжает программу. Далеко не каждый рязанец знает о существовании в нашем городе улицы Прижелезнодорожной. А если о ней кто-то и слышал, то вряд ли представляет, где именно она находится. Наша съемочная группа, добравшись до Прижелезнодорожной по навигатору, была, мягко говоря, поражена качеством дорожного покрытия. По правде говоря, мы вообще кое-как добрались до места встречи с теми, кто ездит сюда на работу ежедневно. В августе 2013 года была направлена инициативная группа жалоба в администрацию города Рязани на неудовлетворительное состояние дорог по улице Прижелезнодорожной и улице Магистральной. Одновременно мы направили копии этих жалоб по управлению по благоустройству города и дорожного хозяйства и в управление ГИБДД России по Рязанской области. В ответ в сентябре мы получили письмо из управления по благоустройству города и дорожного хозяйства о том, что в бюджете на ремонт всех дорог денег не хватает. И дороги в первую очередь ремонтируются только с интенсивным дорожным движением. Движение по улице, сказать по правде, весьма оживленное. В районе находится 30 крупных промышленных предприятий. Водители большегрузов, проклиная все на свете, вынуждены, уродуя машины, каждый день добираться до места дислокации. Одной рукой рулишь, другой слезы утираешь. Вот ваши дороги, б***ь. Попытка сотрудников предприятий достучаться до властей успехом не увенчалась. Альтернативной дороги не существует. Делать асфальт своими силами просто нереально. Гробить свои автомобили людям ой, как жалко. А диспетчеры служб такси, услышав название улицы, бросают трубку. Самым страшным местом, по мнению большинства водителей, является железнодорожный переезд. Этот изувеченный со временем участок, так называемой дороги, входит в юрисдикцию РЖД. По всей видимости, к нему не прикасались со времен СССР. Дорога находится в аварийном состоянии не только по проезжей части, но и на пересечении с железной дорогой. На железной дороге нарушаются все нормы проезда машин, поскольку безостановочный проезд по переезду, он просто невозможен. В зимнее время фуры просто не могут тронуться на этом переезде. Создается опасность и для маневрирующих здесь составов, и для водителей. Плюс то, что большие фуры, они наклоняются, есть возможность развалиться на дороге, рассыпаться. Ну, ситуация вообще бедственная. Тут требуется капитальный ремонт. Мы все являемся налогоплательщиками, все платим налоги. Это дорога общего пользования. Эта история обязательно будет иметь свое продолжение. В ближайшее время мы планируем получить комментарии от руководителей городских служб и выяснить, планируется ли в будущем положить дорожное полотно на улице при Железнодорожной. Завершился первый этап традиционной всероссийской акции наркополицейских сообщей, где торгуют смертью. С 17 по 28 марта в Рязани борцы с незаконным оборотом наркотиков приняли более двух десятков сообщений от бдительных граждан. Некоторые из сигналов подтвердились. Всего за время проведения акции органами наркоконтроля региона зарегистрированы 33 наркопреступления. Из них 17 выявленных преступлений связаны со сбытом наркотиков. Осуществлено три значительных изъятия подконтрольных веществ по классификации ООН. Из незаконного оборота выведено 1,740 кг наркотических средств. Рязанские полицейские также отрапортовали о перекрытии канала поставки наркотиков. Изъято полкило гашишей, 21 грамм героина. Это очень много. Проверяя оперативную информацию, полицейские остановили в Рыбновском районе легковушку, в которой были 26-летний водитель и пассажир 10 годами постарше. В ходе проведения личного досмотра пассажира данного автомобиля было обнаружено изъято 4,2 грамма героина. В результате обследования транспортного средства обнаружено изъято 5,89 грамм наркотического средства гашиш и 16 грамм героина, принадлежащие пассажиру. Еще одних деятелей рязанские оперативники накрыли при содействии коллег Тамбовчана. Деляги обносили пенсионеров, представляясь благородными сотрудниками газовой отрасли. Пожилые люди впускали злоумышленников в дома, позволяя специалистам в кавычках осмотреть газовое оборудование. Пока один из подозреваемых глубокомысленно взирал на трубы и вентили, другой вдумчиво обшаривал тумбочки, ящички и полочки шкафов, разыскивая припрятанные стариками денежки на черный день. Обманным путем завладевали денежными средствами граждан, представившихся сотрудниками Горгаза. Говорили, что нужно менять какие-то детали, тем самым завладевали мошенническими действиями их денежными средствами. Полицейские подозревают, что лжегазовщики работали не только в нашей Тамбовской областях. Ребята могли вообще весь центральный округ объехать, так что эпизодов в деле может заметно прибавиться. И последнее на сегодня, 2 апреля, отмечается Всемирный день распространения информации об аутизме. Что это за напасть, ученые до сих пор спорят. Но аутисты нередко проявляют яркие таланты. Достаточно назвать британскую писательницу Вирджинию Вулф, актера и режиссера Вуди Аллена, великого художника Винсента Ван Гога, да и не забыть седьмого президента Соединенных Штатов Америки Эндрю Джексона. Все они были аутистами. Сегодня в студию программы подробностей мы ждем руководителя Рязанской организации помощи детям-инвалидам «Свой путь» Ларису Николаенко и директора Центра практической психологии Эльвиру Самарину. Речь пойдет о проблемах детей аутистов. А у нас на сегодня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова